Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Испытываю неимоверное обличение взаимного коллеги. Я замужем, он женат. Я не хочу не уходить из семьи, не изменять мужа. При этом я сексуально удовлетворена мужем, но здесь это на уровне эмоций, на уровне конкретной личности, его внешности, парфюма и прочее. Пробовал не общаться с ним или минимизировать общение, только хуже, только хуже. Если решиться на измену, то будет еще хуже, мне будет хотеться его постоянно, мне сорвать крышу еще больше, придется шифроваться и прочее. Не хочу так. Матрид. С точки зрения психологии вы сейчас находитесь в такой не очень, мягко говоря, хорошей позиции психологической игры да-но. Но почему вы находитесь в этой позиции? Вы утверждаете, что у вас с мужем все хорошо и что у вас с мужем нет проблем. Хотя, прямо этого вы не говорите, но вы говорите, что я не хочу уходить из семьи, не хочу из меня к мужу. Это безусловно похвально. Но это свидетельствует о том, что вы скорее отрицаете наличие проблем у вас с мужем и наличие проблем у вас с семьей. Или наличие проблем у вас с самой, чем вы их признаете. Я бы мог предположить, что нежелание уходить из семьи и изменять, это страх. Страх, ну, например, остаться одной, или, может быть, страх быть брошенной. Ну, вот что-то такое. И, с другой стороны, вы не можете, не хотите отказаться от общения с человеком. Тоже говорите, что вот, мол, если я отказываюсь, то мне еще хуже и проще, проще. Ну, в принципе, я вас понимаю здесь. Вот и получается, что вы не можете сделать по факту свой выбор, да? И находитесь вы в таком вот подвешенном состоянии. Вот это подвешенное состояние, когда я не хочу ни так, не хочу ни по-другому, и является тем, что мы называем психологической игрой да, но. когда у человека есть проблема, когда у человека есть явная противоречия, ну, то есть, когда человек противоречит сам себе, условно говоря. Вот. Но при этом разрешать противоречия человеку не торопится. обратите внимание, что в вашем тексте отсутствует запрос на то, чтобы разобраться в себе. То есть, есть ощущение, что именно в себе разбираться вы не очень-то, не очень-то сильно хотите. у вас нет запроса на, например, лучшее понимание себя. У вас нет запроса, например, на то, чтобы лучше понять себя. Да? Вот. И это тоже вызывает, конечно, скорее-скорее вопросы к вам. Чего вы не хотите, это понятно, чего вы не хотите. А вот теперь было бы здорово, если бы вы сказали о том, чего вы хотите. Это было бы замечательно. Да? Дальше. Значит, вы говорите, что на уровне эмоций у вас значит, чувства к этому человеку, да, к которому у вас влечение. И я вас понимаю. Но момент здесь в том, что если чувства на уровне эмоций значит, с мужем с мужем вашим, вам как раз не хватает этих самых эмоций и, соответственно, необходимо для себя решить. Вы либо признаете, что отношения с мужем, с мужем, мягко говоря, не удовлетворительны, несмотря на то, что сексуальная у вас удовлетворяет, либо признать, что другой человек привлекает вас больше и, соответственно, раз он привлекает вас больше, то и, как бы, чувства к вашему мужу у вас как таковые отсутствуют. Я об этом уже говорил и могу повторить еще раз и хочу повторить еще раз, что у меня есть стойкое впечатление, что вы не хотите изменять не мужа, а не хотите ставить себя в определенное проигрышное, по вашему мнению, положение. По сути глобально здесь речь идет о том, что вы не хотите брать на себя личную ответственность за то, что происходит с вами, и за то, что происходит в вашей жизни. Если это системная проблема, то она, конечно, будет повторяться не один раз с вами, поэтому с личной ответственностью нужно учиться, с личной ответственностью нужно уметь брать, с различными блоками, которые стоят на пути к ней с личной ответственностью нужно работать. Ну а самое главное разобраться в себе и понять, чего же вы их хотите, а чего не хотите, чего вы боитесь, чего не боитесь, потому что есть ощущение, что вам видит еще и страх. По сути, ситуация в некоторой степени напоминает треугольник Гартмана, где есть спаситель, жертва и тиран, и в данном случае вы это, наверное, жертва, ваш муж в какой-то степени нет, тиран, когда я хотя бы ничего плохого вам не сделал, и ваш другой мужчина это спаситель, с которым у вас все хорошо. Нужно обязательно зафиксировать и такой момент, что если предположить, что вы уходите от мужа и начинаете, допустим, отношения с мужчиной, даже при условии, что мужчина уходит от своей жены, совершенно не факт, что вы будете счастливы, потому что здесь восприятие человека с вами друг другом, здесь восприятие человека строится на компенсации, то, чего нет у супруга. И когда вы получите удовлетворение, когда вы удовлетворитесь, насытитесь, в ситуации можно начать укучаться весьма стремительно. Поэтому не рекомендуется, как раз таки, уходить из, допустим, семьи, уходить из отношений, сразу в другие отношения. Если уходить из отношений, то для того, чтобы побыть одной, чтобы разобраться в себе, чтобы посмотреть что и как, чтобы проанализировать ошибки и прочее, прочее, прочее. Но не уходить к другому человеку. Есть еще один такой нюанс. Вы говорите, что если там что-то с ним произойдет, вот с этим коллегой, то я его буду постоянно хотеть. Откуда у вас эта информация, не очень понятно, особенно если учесть, что вы его сейчас уже постоянно хотите. То есть как бы что изменится, что изменится, не очень ясно. Почему придется шифроваться, не ясно тоже. И самое главное, что вы как будто относитесь к этому негативно. То есть я вот чего-то хочу, но ответственность брать, опять же, за это не хочу. Но смотрите. Порой бывает так, что нужно завершить гидстат. То, как вы воспринимаете коллегу, очень сильно напоминает импринт. Импринт – это некий-некий запечатленный образ, который есть у каждого человека, их много. Импринт – это целостный образ. Как правило, из прошлого, встречающийся в настоящем и пробуждающий те самые чувства из прошлого. Если вы подумаете, если вы вспомните, были у вас в прошлом, может быть, школьные времена, может быть, во времена юночества, ну, в период. С восемнадцати до двадцати пяти лет. Я, правда, не знаю, сколько вам лет. Вот. Непично, ну, примерно, что около тридцати. Вот. Так вот, в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет, встречались ли вам подобные мужчины, подобные там коллеги, которым у вас увлечение. Если да, если с такой человек вам встречался, если он вам нравился, вы им нравились, но вас не вышло, или просто он вам нравился, но он на вас не обращал внимания, то здесь имеет место быть импринт. Импринт – это запечатленный образ, но гейштальт работает таким образом, что человек стремится завершить до конца, адресовая до конца тот или иной образ. И для вас, вероятно, этим завершением является переспать мужчины. Конечно, делать это, если не разрешать вам, тем более, что существует вероятность того, что, как бы, эта ситуация не улучшит. Но, если импринт, если импринт имеет место быть, то, шанс на то, что вы потеряете интерес к этому коллеге, после того, как перед вид с ним, существенно, повышается. Конечно, при условии, что с мужем у вас действительно нет никаких проблем, и вот тут, конечно, в некоторой степени противоречится тому, что я сказал, то, что у вас эмоционально, у вас эмоции. Эмоции – это значит, что я себя с этим человеком как-то по-другому чувствую, нежели чем с мужем. Это значит, что я с этим человеком более эмоционально живу, нежели чем со своим мужем. А это значит, что мужем вы, вероятно, выбирали интеллектом, то есть это, ну, больше удобный человек, нежели чем любимый. Нет, я вас не осуждаю, ничего плохого в этом нет, но просто это определенная проблематика, это проблематика выбора, за которую вы расплачиваете, вот так. И платить, как мы уже с вами поняли, платить вы особо не хотите. Тут у вас нет особого желания, да, обратно себе ответственность, за то, ну, не за то, не за другое. Какой здесь самый оптимальный вариант? Самый оптимальный вариант – это рассказать мужу о своей проблеме. не о коллеге, которому вас тянет, нет, о проблеме, о вашей проблеме. То есть, почему стало возможно, почему стало реально испытывать эмоции с другим мужчиной, который вы не испытываете с мужем. Это значит, что в чем-то вы все-таки не удовлетворены. И вот эту неудовлетворенность нужно озвучить, чтобы проблематика была ясна. И может быть вместе с мужем постараться что-то изменить. Совершенно не факт, что это полностью решит проблему, но, по крайней мере, вы будете уже не одна. Да, мужу не нужно знать всю правду. Хотя здесь тоже есть варианты. Да, мужу не нужно говорить про то, что вас кому-то влечет и прочее, прочее. Но, тем не менее, проблема есть, она находится в вашей психике, и ее нужно решать. Хотите вы этого или нет? Повторюсь, то, чего вы не хотите, вы написали. Теперь напишите, чего хотите. Если не знаете, мы поможем вам в этом. Поможем вам разобраться в себе и лучше понять себя. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.